привет друзья это выживатор и атомный и мы продолжаем выживать в игре take on марс напоминаю что это космический симулятор закосом на реализм привет атомный приветствую всех зрителей интер сети с вами передача наша луна наша луна наш дом и ее ведущие американские астронавта сурву и советский космонавт товарищ атомный мы сегодня продолжаем собирать наш район лунопром один и нам задача построить большой принтер наконец-то собирая различные полезные детали а ты нашел такие от свою эту а дрель кстати нужно такие за по проверить собрать образцы не знаю конечно зачем я это сделал смысли оба мы уже разложились поэтому вообще-то нам вначале нужно было образцы собирать а потом разлаживать промышленный район ну так давай я буду с принтером работать сейчас а ты будешь собирать этот принтер из деталей и следить за тем чтобы постоянно работали добытчики договорились ты смотрел уже добытчики сейчас каком они состоянии по моему земляной надо они земляной пока работает камень из не смотрел земляной работа это камень не смотрел понятно так уголки я попытаюсь собрать сейчас это же нижние уголки ты собрал на они одинаковые одинаковые хорошо нижние что верхние а еще одну вот эту разъем для материалов вот так вот есть и нужно для розетки телеоксин можно не хватает поставлю для разведовать какой родил на ход сейчас и загружу еще материалов на него хорошо привезу давай так у нас слушай проблема не хватает энергии прикинь энергия хватает до малой энергии это плохо можешь отключить пока временно эту станцию которая химическая лаборатория которая разделяет все ископаемые на разные составляющие я заметил что у нас модули снова двери открыты интересно кто бы их не закрыл кто у нас лифте родился ну ты же пошел матроса на себя да 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 я как раз мы попробуем запрыгнуть получится почти получилось еще раз этого еще раз что-то как-то неудобно стоит на земле вот этот передатчик да это разветвитель очень тяжело в него как-то воткнуть за почему все все нормально втыкается у меня не было никаких проблем с тем воткнуть может быть другим концом надо сейчас просто по ваш я мастер тебе еще нужно немножко попрактиковаться вот не думал что есть что-то в чем я оказывается чуть чуть лучше ну кроме открытых дверей конечно потому что он может еще так отставлять открытые двери как я а как у вас там в америке как живется сейчас можешь что-нибудь рассказать ну как пастфуд процветает опа я сделал сальто с проводами вот знаешь я тебя помнишь просил поставь провода сделай так чтобы они далеко были вот вот прям я сейчас мучаюсь с этим чертовыми проводами но вот я что-то Scotty четвертой миллиард вот так процветает уже сняли которая там много серий 15 серий звездных войн но мы такой не смотрим почему же потому что это западная пропаганда шучу шучу конечно смотрим у нас показывают но не все фильмы которые есть у вас и игры только часть но тем не менее показывают вот допустим есть у вас такая игра жестокая кармагеддон называется там где людей нужно давить вот у нас запрещена такая игра и он не показывает еще был какой-то тоже странный такой боевик назывался дюк нюкем или что-то такое а вот его тоже нету ну а в целом остальные есть есть некоторые фильмы которые не пускают там где нас показывают голливудские фильмы в плохом свете такие не показывают но допустим стартреки ваши у нас транслируют хорошие фильму хорошее кино другие вот есть еще фантастика такая светлячок называет ее тоже показывают поэтому часть того что вы снимаете мы до нас доходит и мы видим а интересно какие фильмы наши у вас показывают ой ну кроме солярис давно ничего не показывают вашего а зря вот допустим салют всем хорошее кино не многие многим это интересно просто на западе ну почему у нас же вот эту показали ваш фильм как его там где станция разлетелась мир 2 и шаттл а там а женщина осталась на шаттле и потом она садилась на китайскую станцию летела как он называл называется забыл гравитация как у вас могли играть отца там же как раз все случилось из-за того что якобы русская станция взорвалась да да у нас это было не русская станция а американская интересно как сделано да да необычно то есть возможно у нас наши версии фильмов несколько отличаются до одного и того же фильма вот недавно вышла вышла игра call of duty последняя там в английской версии русские плохие а в русской версии но я видел переводы там они называются солдаты просто какие солдаты не уточняется чтобы не обрушивать наверное продажи я не знаю дошла до вас игра call of duty или нет бывает да у нас для этого используется сервис игры вот надо посмотреть не знаю не обращал дядюшка гейбан юла хотят сделать президентом за то что он внес вклад огромный вклад в развитие игровой индустрии и президентом его знает почти почти во всем мире гейбан юла на соединенных штатов ты знаешь а возможно это лучший кандидат чем тот президент который у вас сейчас этот трамп да как-то так он приезжал к нам советский союз не было здесь не при я с дождем связанная но не будем ее вспоминать давай сосредоточимся на нашей миссии да 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 будем о политике а то политика она разъединяет а нам только то что объединяет нужно о хорошо а все хватит кстати вот этих боковушек больше не делай таких сейчас сделай разъем для этих самых для электричества для подключения хорошо но ресурсов не хватает надо больше кремния так где у нас кремния все поставили на машине можно посмотреть что я привез кремний по моему есть здесь кремния да кремний как раз есть силиоксид тебе нужен или силикон а ну тут силиоксид какой то нужен силикон а вот силикон с другой с не у меня везде силиоксид может это и есть тот силикон нет 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 ладно не важно я нашел а ну тут что у нас сили точечка оксид у меня три бочки силиоксидом она вот этом форда но у нас есть какой то алюминиевый оксид еще непонятно оба и раз такой вижу но оксид алюминия клашевым оксид алюминия он делал ягер но вахнул как он больше не надо никаких хотя может наверх на но надо будет до верхние я собираю пока принтер я тебе буду готовые детали воде справа складывать хорошо так подожди чат он как-то неровно стал еще раз сюда или он так и должен нет он должен по-другому стать оба вот вот так о есть все эти перестал как надо кстати да они видят твои зрители то что я делаю поэтому но где идет я стараюсь смотреть теперь мы сейчас рядом а то я рассказываю вот эти мелочи по поводу того что я там какие операции провожу что делаю что подсоединяю может быть но вы видите как собирается потихоньку на луне первый принтер и мы надеемся сегодня уже запустить и произвести первую продукцию на нем наверное это будет статуэтка астронома сурва астронавта сурва согласен нет не согласен давай-ка лучше сделаем дополнительный добытчик он важнее чем моя статуэтка добытчик форме твоей статуи да ну его нафиг никогда не был настолько помешан на таких вещах скромный астронавт пусть лучше медаль дадут да и все и домик в деревне кстати хотелось спросить у многих уже исполнилась американская мечта по поводу своего собственного домика или еще во всем мире во всем мире всегда есть бедные есть богатые просто их доля скажем так бывает разные ну думаю что у многих но не у всех конечно ясно так собираем вот этого стекла нужно побольше пока ресурсов не хватает нужен силиоксид еще как который который ты как раз недавно находил но на луноходе их много так я посмотрю пока что с землей ну добывается я думаю камень уже заполнился кстати внизу я смотрю в кратере есть сейчас надо будет посмотреть то бочки упавшие или нет нет лунная грунт еще набирается больше 60 процентов а ну посмотрим нет это просто камни это показалось а сейчас заберемся на камень конечно подпрыгивать на камни здесь значительно проще чем на земле выбираться даже в скафандре раз таки перепрыгнул весь камень посмотрим а тут что у нас 130 130 да все значит лунный камень уже собран полностью его забираю нужна новая пустая ячейка сделал еще модули стекла стекла нет пока не сделал сейчас займусь как ты думаешь когда к нам прилетят прилетит подмога подмога без понятия пока без понятия вообще отправят к нам кого-нибудь ну я общался пока женщин нету кстати это плохо вот допустим у валентина терешкова савицкая вот это классные были космонавтки когда они еще летали в космос но они сейчас есть но космос не летают большинство к сожалению у нас в советском союзе сейчас тоже все больше перешли в обыденность и не хотят каких-то больших совершений достижений и прочее прочее не знаю как то так все но получилось что хотят просто жизни и не лететь на луну а зачем тогда тебя отправили ну чтобы снять вот и показать как на луне живется популяризация да да так а ну смотрим что здесь луна почва как ты думаешь нас отправят куда-нибудь на юпитер или на альфа центавру на альфа центавру нет и на юпитер я сомневаюсь потому что мы не спустимся на сам юпитер может на какую-то из лун но на европу например на марс на европу будем европейскими иммигрантами да а это возможно это возможно но а сперва будет конечно же марс потому что вначале человечество должно добраться до марса а потом уже и до европы так ставим ставим здесь как думают в ссср найдут жизнь на космосе какой-нибудь планете или еще где-нибудь или я думаю нет найдем на марсе жизни в виде бактерий а чего-то большего я сомневаюсь пока не полетим ближайшим звездным системам я сомневаюсь да даже если мы полетим к звездным системам ближайшим сомневаюсь что мы там найдем жизнь через четыре через пять минут вспышка на солнце через пять минут подожди я что-то не то верни повернуть на развернем да вот так имеешь это да но если сделать если стекло не ставится в каком-то положении значит его надо повернуть на 360 градус она ставится но она ставится как-то по странному ну-ка вот так вот не так она не ставится уже да так она не ставится так она сюда поставится скорее всего сейчас да она просто как-то в небе торчало а что возвращаемся на базу тогда у нас четыре минуты можно пока не торопиться в общем то можно еще поставить можешь производить дальше уголочек его надо как-то вот так перевернуть да 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 нет это вот так вот а вот эту рампу можно пока не делать поэкономить ресурсы нам нету нужны в рамках он может работать принтер и без рампы да это точно хорошо интересно почему у нас не работает этот переработчик может быть смысле того вернее почему нам энергии не хватает может быть уберем добычи камня смотри а у меня что-то а ну попробуй ты поставить у меня как-то но по странному все ставится видишь поставим не ровно она у тебя ровно или не ровно потому что она не точно по швам да ровно все нормально ну-ка еще раз она смотрю да вот теперь ровно о и стекло ты поставил ровно на второй этаж это хорошо уголки можно уже ставить даже сверху давай сюда ты знаешь я думаю а все бросаем возвращаемся назад хорошо возвращаемся назад поехали 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 сейчас сейчас бегом-бегом потому что мы не успеем подъедь чуть-чуть развернись да я как раз секунда 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 ладно пускай так уже поехали аккуратно мы не просто поехали мы полетели через полторы минуты я думаю мы успеем да конечно все есть так а меня беспокоит вот этот контейнер немножко ты видишь его нет а да минута остался ладно и выбраться на минутах есть еще чуть-чуть привык уже прыгать реально круто так перевещала но не закрывай давай герметизирует так ступ кстати картошку можно съесть и жареную хочешь попробовать жареную картошечку на луне коля я сейчас от мою конечно сейчас положу на стол так как у меня со здоровьем 38 надо кстати костюмы поменять у меня 27 минут осталось у меня кстати вовремя зашли а у меня кислород на минимуме и обращал внимание а нужно обращать внимание видишь недостатки подготовки если бы был профессиональный космонавт они просто журналист как я который прошел эксперт курс экспресс курсы то он бы на это больше обращал внимание мне говорили на тренировке что обращай внимание на кислород меня три палочки осталось а у тебя сколько на 27 минут у меня было кислорода не знаю сколько там палочек было давай проверимся сейчас медицина где а еще одну вещь нужно положить это сборщик грунта ты я так понял тестировать грунт не будешь я провел анализ я сложу я видел что ты один оставил на луне я его подберу буду с ним ходить чтобы все лежало на своих полочках так она подойду посмотрю твое здоровье 38 у тебя градусов показывается все и все параметры по максимуму значит смотри я вылаживаю картошечку на стол пойду-ка я в душ схожу охлажусь немножко а ты тоже да такой нагретый ну 38 градусов у тебя да и сюда понятно тогда тоже лучше сходи только после меня ну конечно потому что это это неправильно если вместе душ принимать это не по фэн-шую как говорится в китае может попробовать средний этот попробовать скафандр картошку я положил я наверное сейчас ляжу передохнул да немножко вздремну у себя в каюте вот такая у нас каюта телезрители видите да 2 кровати в каждой каюте на самом деле нужна только одна и здесь есть еще полки куда можно слаживать вещи личные допустим там какие-то игрушки если кто-то взял и прочее интересно есть кто из космонавтов или тут я тебя не слышу больше сейчас я проснулся немножко задремал или эти датчики невесомости я так понял ты не понял что такое датчик невесомости а датчик невесомости это тоже собрался ну давай иди а датчик невесомости это плюшевая игрушка которая подвешивается в космическом корабле и когда она начинает парить а это значит наступила невесомость это у нас такая традиция на кораблях союз я съем картошечку ту которая поджарилась на луне попробую что замыла мимимишный датчик невесомости в мире какой именно картошка нет мишка нормально так хрустит ты знаешь можно жарить это будет для следующих космонавтов интересным опытом что можно на луне жарить картошку открыто знаешь пикник такой устроить так она же радиоактивная не ну не знаю я вот посмотрел все нормально с радиацией одел скафандр все выхожу двери у тебя в комнату не закрыт тебя есть и наслаждать или нет да я уже подхожу я открываю дверь захожу и закрываю давай герметизируя или я сейчас нажму и там один выходишь я уже в машине а тоже в машине я думал что нет так медицинский датчик себе в карман инструмент на пояс есть готова и закрываю двери важно надо себе эту наклейку бумагу не получится сюда приклеить но что-то нужно на дверь наклеить чтобы закрывайте двери гуля до дует ветер все закрыли здесь мы вроде все контейнеры забрали которые можно было нужно будет по кратеру проехать внизу посмотреть еще там контейнеры аккуратно нужно все поехали принтер оон от багажника часть которую я сломал к сожалению и починить нельзя все пошел теле теле тролливали это мы все проходили это нам все задавали тарам-пам-пам школьная такая песенка очень любил школьные годы ее напевать а у вас какие песенки поют мэри крисмас у меня шутка возникла по поводу мэри крисмас у нас бы пели мэри клизмас ну созвучно вот и у женщин популярное такое занятие оздоровительная клизма серьезно я общался с врачами у нас к с космическом отряде они говорили что нет клизма никаким образом не помогает можно женщины не знаю если это какое-то развлечение у наших женщин то это странное развлечения не нравилось как она стоит вы действительно американцы вот трудяги такие работяги работаете гораздо быстрее нас время деньги говорю говорят на а у нас наоборот работа не волки работаешь не все-таки она как-то немного неправильно по ощущениям или блин мне кажется ладно вот здесь нужны такие без без стекла внутри сделай наверно не надо еще одну панельку обычную панельку да сделай еще вот нижнюю хорошо я ее заберу сейчас как раз раз и поставлю сюда мэри клизмас но мэри клизмас надоели у вас они называются по-английски как хит по моему вот мне больше нравится тематическая какая то музыка связанная с профессионализмом вот я пел песни у нас выходила недавно если очень захотеть можно в космос полететь ну и вот разве я могу думать что я полетел а выживала в не полетел а знаешь почему потому что он не пел эту песню наверно ну он должен полететь на марс посмотрим как там же у нас много разных экспедиций считаю тебе повезло на марсе экспедиций не очень удачно от нас от нас пытается убежать бочка преследую до первого камня крутилась и все не надо преследовать знаешь чего здесь не хватает во первых нормальных адекватных контейнеров по которым сразу понятно что в них находится а во вторых не хватает нормальных каких-то складов ну не знаю полок по которым было бы понятно что вот здесь у нас лежит то а вот здесь у нас лежит то короче говоря мне сейчас нужен силиоксид а силиоксид похоже у нас кончился его надо на этом морозоходе смой на луноходе смотри сейчас посмотрю там как минимум еще два контейнера силиконы у нас здесь силиоксид вот есть силиоксид еще в этом принтере в большом и силикон есть ну хорошо да вот здесь два силиоксида хорошо а вообще я предлагаю отключить по возможности добычи камня и врубить вместо него переработчик и нам наделать много ресурсов я согласен кстати у нас добывается там грунт или не добывается грунт по-моему добывался она камень не знаю камень я один уже снял там я не знаю ты поставил новую бочку или нет нет я вообще не занимался и камнем у нас просто пустых сейчас контейнеров нету есть вот рядом здесь лежат я вообще где сюда сюда складываю я складывал их так чтобы конечно их наполнить том что в них чуть-чуть остается немножко ресурсов и кстати можно опустошать эти чуть-чуть ресурсов и вот нет если смысл я стараюсь по возможности не опустошать но если прям сильно надо можно конечно опустошить но на большом принтере как раз можно будет делать вот и все нормально будет я думаю сейчас больше стекла сделай три стекла нужно как минимум хорошо а тут есть разные боковушки помашь тут есть боковушки с обоих сторон со стеклом и не с обоих сторон со стеклом да те которые с двух сторон нужно ставить вот сюда сюда а те у которых только с одной нужно ставить вот здесь по периметру их много не надо ну смотри ты были много воде у нас достаточно много уже с одной стороны стеклом которые сделаны поэтому наверное больше таких производить не надо нужно с двумя стеклами да да хорошо так сейчас я эту есть надо сначала сверху ой нет не так вот смотри вот это внизу с одним стеклом видишь да вот еще сзади с одним стеклом уголок нужно собрать еще один как минимум посмотри вот это вот это я ложу те которые с одним стеклом видишь две штуки у нас как минимум то есть наверх уже хватает хорошо хорошо так снимаем скажи какие тебе еще детали нужно стекло да побольше да стекло еще два стекла как минимум давай ставим и наверх нужно будет еще наверное четыре штучки ну пока два пока соберем боковые стенки все нормально будет вот ставлю вставлять из вас пустой контейнер отлично пустой бег где нужен был там где почва на камень нужен вставить в добывающий бур хорошо и туда поближе кинул а ты знаешь нужно еще больше стекла нужно еще как минимум вот если ты сейчас делаешь стекло то нужно еще четыре к этому то есть всего пять один уголок так смотрю что ты построил еще стекло хорошо значит уголок сейчас я закажу уголок или ты заказывай то есть понял то вот такой который наверх ставить на все эти на верхний угол какой нибудь сколько тебе три штуки надо ну пока хватит одного но вообще да их нужно три сделать держи давай есть опа забираем отлично теперь наверх нужно поставить и перевернуть его как то все одно я могу сказать точно мне радует что эти добытчики не сильно шумные то ли не сильно шумные то ли на луне не так сильно звук передается то ли на достаточном расстоянии поставили но все-таки когда я был на марсе меня там на таком расстоянии звук раздражал может быть просто сами добытчики такие компания нет это точно связано с тем что звук передается меньше на луне я думаю добытчики точно такие же но звук передается меньше вот в этом и проблема или наоборот успех но для меня это хорошо так 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 есть а передняя часть уже собрана последний уголок до собираешь один только остался нужен о как же на солнце это неприятно собрал и угол закрывающий так все уголки ну что значит буду собирать их все а 4 стекла нужно а вот вот эти уголки как раз и нужны вот такие вот то есть до загнуты со стеклами еще один еще одно как минимум мы вообще-то больше это одно только чтобы снизу все поставить теперь нет о да 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 можно и так развернуть отлично присоединили ну и нижний уголок нам понадобится еще один уголок потому что аккуратно так тихо на луне да можно отдохнуть от шума от суеты как вообще тебе жизнь на луне расскажи мне очень нравится говорю чувствую себя прямо супер героем и мне это нравится я всегда да богатырем богатыри они не ходили в скафандрах я просто постарался объяснить так как американцам понятно а то у вас же нету богатырей хотя я смотрю ты хорошо разбираешься в нашей культуре вас хорошо подготовим конечно это входило в в курс ксена ну вернее как тебе сказать во первых ксена коммуникации а также в обязательный курс вы думаете что инопланетяне могут оказаться жизни с другими национальностями ну конечно мы должны же тоже быть в курсе как с ними взаимодействовать с инопланетянами вдруг они по-русски говорят да а нормально все стало хорошо красиво еще есть и кого есть ну смотри уже почти собран принтер наверное последнее стекло еще произведи ну наверх еще нужно будет конечно 4 не можно еще до еще четыре штуки я буду делать сколько нужно хватило прекрасно это мы маленький собираем ну не маленький но средний просто его можно будет расширять до бесконечности так что прямо грузовик произвести ну хотя я никогда не видел его в таких размерах чтобы можно было произвести например тот же камаз ну его делают тоже собирают из компонентов по моему некоторых то есть там из трех четырех частей может быть соберем ох я чуть немножко а лишка прыгнул лишка прыгнул чуть не улетел о все поставилось для матушки земли так а я смотрю вот еще нам нужен вот такие знаешь как это не уголки получается а ну загнутые такие которые ставить переход крышу со стены на крышу и стекло с обоих сторон понял? вот такие да 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 вот такие делай нижняя часть уже собрана осталась только боковая знаешь что сделаем давай 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 сделаем еще вот эти ячейки для ресурсов пока не надо если мы будем расширять у нас надо надо смотри там есть двойная ячейка и лучше будет делать не одинарные а вот сразу двойные ячейки ставить ну когда мы будем расширять принтер соответственно лучше будет или ты хочешь все из одиночных сделать можно было бы из одиночных наверное ну ладно как хочешь так что еще надо говори так я вижу переходники нужны нужны еще вот такие боковушки три штуки стекло да да вообще-то раз два три четыре пять штук пять штук таких и уголок и четыре стекла да да четыре стекла наверх спасибо беру ты остановил добычу камня нет нет думал запустил лабораторию химическую да некогда было есть отлично мммм ммм ммм еще раз ставим о нормально оно иногда не всегда хорошо присобачивается вот эти уголки их нужно поправлять и переставлять а у тебя нормально получается ставить сразу их ну как правило как правило проблем не возникает уже немножко научился так привык бывает конечно бывает иногда и не получается падает но по-разному главное дело привычки здесь мне кажется просто так давай немножко поправим нам здесь освещение надо будет если вдруг здесь станет вот сейчас у нас здесь специальные стойки для освещения угодятся я думаю я их видел делается я думаю на таком принтере уже можно их собирать вот именно на такого размера который у нас так так или оксид у нас похоже кончается слушай надо пойду-ка я отключу этот добытчик камня но как хорошо ты полетел да у нас есть фильм один называется хищник не знаю показывали в ссср или нет его там показывали вот я сейчас чувствую себя хищником он тоже так прыгал у с дерева на дерево но я не помню у нас показывали что у вас в нью-йорке был какой-то инопланетянин который там охотился убивался шварцнеггера это вторая часть а первым он прыгал в джунглях в джунглях нет в джунглях у нас нет тоже с шварценеггером ясно шварценеггер после этого стал национальным героем и его даже сделали губернатором о ну да я слышал что хорошо пошло у него дело он у нас тоже герой потому что он снимался красная жара такой фильм если знаешь советская неужели у вас показывали его конечно это один из первых фильмов которые начали показывать после девяносто третьего года вот еще показывали одиссей вот это 2010 и даже рэмбо показывали первый вот это там где он из вьетнама вернулся и его не принимала американское общество я знаю что есть и другие рэмбо но у нас их не показывали я плохо я плохо помню давно было и говоря не очень мне понравился фильм так железо селеоксид и алюминий я не понимаю не хватает ресурсов я так понял так у нас ничего тут вообще знаешь что я буду высовывать из вот этого большого принтера тебе что нужно что тебе нужно мне нужно мне селеоксид нужен селеоксид есть в принтере большом целая большая пачка крайне силикон и железо можно знаешь что отсоединять вот этого большого принтера и ставить все остатки сюда да я для этого их и туда и поставил просто я постоянно забываешь что у меня там стоит поэтому да задать задумка как раз была в том чтобы их поставить чтобы они не путались не терялись и так далее ты знаешь можешь сделать еще один модуль для анида который будет вот ресурсы куда складывать еще одну штучку может сделать ну вот я предлагал как раз да ну там просто есть двойные модули я думал а ты уже так сказал то ладно и соглашусь давай так играть пока двойные мы не можем только вон в том сможем уже делать сверху так еще одна вот верхняя боковушка переходная которая идет со стены на потолок с обоими стеклами нужно и еще два одно стекло одно вон стекло лежит все больше стекол не надо да почему же я не могу здесь запустить процедуру то нет не ставится так непонятно можешь глянуть этот переработчик что-то у меня не работает может надо опустошить конечно ну или уж давай закончим так переработчик говоришь какой-то не работает какой именно ну вон который который перерабатывает из почвы добывает ресурс все остались только боковушки вон боковушка тебе еще чего уголок надо да уголок до полный уголок такой который с четырех сторон и такая которая только боковую забирать а у нас все а почва переработать еще крышу надо еще стекло надо для крыши есть почва переработана нет она там добыта переработчик вот здесь ты его подключил да я подключил вот только надо понять почему ничего не производится операция заблокирована а ну сейчас посмотрим что там пишется не очень-то видно там то надеюсь есть ресурсы силиоксид железо и алюминий может быть проблема в том что они не пустые но мне кажется что это подожди операция которому силиоксида так ты не ту наверное операцию выбрал магнезиум там и железо выбрана химическая процедура а у нас какие там алюминий алюминий это наверное вот здесь алюминий да вот вот это скорее всего процедура ну-ка смотрю убираю там что-то красным подписано но я не могу прочитать ты можешь прочитать сейчас подойду так здесь у нас лунный грунт и с этой стороны тоже лунный грунт у нас два разъема исходных так давай сейчас подключу есть чего подписано не понимаю вот красным там что-то написано так добавил как раз ею химическая лунный грунт нибудь может быть заново может быть попробовать конечно просто взять их перри вставить заново просто ну давай попробуем удалить и вставить заново может так поможет не работать с железо ну окладом железо да у нас получалось хорошо скорее всего проблема в том что просто ему нужна пустая ладно я опустошу я железо не буду опустошать потому что тут достаточно да 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 другой опустоши тогда попробуй хорошо или возьми вот здесь вот лежит вот прям вот этот вот контейнер можно поставить и лексид взял так опустошаю есть опустошён да тут конечно у нас куча мало этих контейнеров поставь вот этот который опустошил да 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 я его и ставлю не хватает вот все нормально ну просто короче говоря проблема была в том что не пустые он не узнает их в общем пустые видимо хочет с железом еще вроде как наверно подружился или он тоже пустой был пустой да ну и пустой я все забрал пустые так сейчас нужно какой то с ресурсами которых нету короче говоря ты тогда занимайся этим принтером а я буду заниматься вот переработкой потому что у нас много всего собралось уже девать некуда блин партнер я сейчас а пустой нибудь хочется знаешь построить стеллаж для контейнеров было бы здорово но нам нужно будет ящик для контейнеров хотя бы но я не знаю можно ли вас производить надеюсь да можно почему не получается опустошить вот нужно только повернуть правильно мне кажется ты полный там поднял нет это не полный там 5 селеоксида 5 штучек всего лишь поэтому я думаю а ага просто все есть опустошил и ставлю добываться земельку а там у нас есть два да ёлки-палки у нас есть два контейнера с лунным камнем может еще что-то производить отлично поехал принтер ты уже собрал да а зачем еще одно стекло принтер я не собрал ты сделал вот еще одно стекло нам нужно ладно я занимаюсь принтером заделаем чуть-чуть думаю это стекло пока сюда есть пару лишних деталей уголок вот он с этой стороны а ты чем сейчас занимаешься я пытаюсь понять каким образом нам сделать кабель кабель на большом попробовать запустить нам нам где-то пластика 20 единиц нужно взять а где взять непонятно посмотрев листья химических реакций там должен быть пластик из чего изготавливается на химической лаборатории смотрел смотрел но не нашел нашел странно может как-то еще изготовить в принтере тоже они изготавливается это скорее всего точно так я заберу инструмент который здесь валяется кстати посмотрел давно не смотрели если какая-то вспышка или нету было бы приятно если бы не сделали какой-то сигнал который уведомляет биби пиби птам вспышка да она согласен а то так можно и не заметить все остался только уголок со стеклом где 3d принтер он находится в модулар или где раздел матчин из наверно а принтерс вот вижу но у нас так последний кусочек остался а 2 до кусочек и маленький принтер можно будет отключить ладно можешь идти я тебе кину в смысле ну кину детальки там сразу берешь а ты здесь где-то рядом стоишь я продаю себя еще одну штуку такую точно такую же деталь нужно и все и принтер собран и можно уже этот вот доделается деталь и отключая переподключая к новому принтеру есть мы его собрали ура поздравляю можешь поставить ту последнюю деталь я тогда переподключу сейчас готова деталь есть отключен принтер важный исторический момент исторический момент первый 3d принтер на луне построенный нами все подключил электроэнергия питание он правда потребляет очень много электроэнергии ну ничего скажем еще солнечные наверное батареи поставить кстати имей ввиду это пока у нас обед обеденное время что мы будем делать потом нам нужны генераторы нормальные ночь как ночь когда наступит нам вообще нечем будет заняться а знаешь почему то он не работает без еще одного приемника нам нужно его сделать тоже все остальное смотрю есть детали до именно приемника не хватает ну вот этот лоточек впереди который странно у меня была возможность я запускал этот принтер без этих лоточков вообще у меня не было ни одного ни второго кусочка он работал а у меня вот нет на марсе у меня не работал ну ладно я так и думал в общем то но ну ладно подключим все переподключился поэтому тебя спрашивал уверен ну у меня работало вот и ты же видишь когда я проходил например подготовку а если посмотришь что у меня там а все вот эти инструменты в маленькие микро кармашки складывались а когда уже прилетел на луну тонны складывается какая-то фиговая подготовка до оказалось ну отличается отличается так похоже пока пока мы учились они там новые какие-то технологии придумали я думаю это из-за того что скафандр несколько раздувает а из-за того что здесь другая атмосфера и уже в эти кармашки не получается вместить то что раньше вмещалась возможно забираю пробы грунта есть один образец забрал все я думаю достаточно будет этих образцов инструмент положу себе в карман мы же не забрали ветрогенератор как так я вот вспомнил земли старались нам присылали лунная почва уже я вижу отработана да все теперь перри подключаю ты сделал да банальку она уже ставишь еще одну надо маленькую сделать эй маленько да не знаю куда она делась вроде бы я делал но не вижу я ее а а а а а даже так ну давай ты уже тогда переподсоедини где она внутри или под ногами тебя было а а а а а а а а и карту дать и суши чё-то не так так подожди као все работает хорошо пока перевернуть надо перевернуть сейчас о все отлично нет задач все хорошо все работает поздравляю ура я прыгаю на три метра от радости я тоже сейчас попробую прыгнуть есть вот так сфотографируй меня держу держу есть 3d принтере давай сейчас сядем сделав дело нужно нужно конечно красивую фотографию и отчет отправить на землю стоп я пытаюсь сесть как-то вот так вот вместе и сейчас разверну камеру дрона прекрасно мы на 3d принтере это именно то что нужно отлично сделана фотография давай развернемся потому что мы немножко тут на нас свет падает хорошо давай сейчас разоргнемся подожди и как раз на фоне будет техника она посмотрим как теперь так смотрится лучше на так лучше так видишь наши тела освещены светом благодатным светом нашей звезды по имени соус здоров кого ты там целишься ты кого-то увидел нет я так понял ты в этот целишься в как его добытчик бур добыча камня да есть да все готово ну что давай подведем итоги он давай я хочу сейчас вначале посмотреть можем ли мы сделать катушку таки еще одну что мы уже можно сделать внутри а я пока подведу и так эта серия по моему была довольно таки продуктивной мы вместе всеобщими усилиями совместными вместе изготовили принтер это на эту работу у одного человека у могло бы уйти несколько часов но так как мы были вдвоем мы сделали это все слаженно и намного быстрее и теперь это очень большой шаг для всей нашей на раз и потому что и для нас потому что теперь мы можем делать много всяких интересных вещей например более продвинутые добытчики более продвинутые какие-то детали и тому подобное это сур я немножко поправлю вот это все ерунда главное мы можем сделать катушку можем но только нам надо понять где же взять чертов пластик а я пока не знаю где его можно взять 20 пластика на действительно пластик я уже обрадовался по размеру подходит а вот пластик где даст можно наверно переработать какой-нибудь костюм если там есть пластиковые детали я не знаю как это сделать я тоже не знаю как это сделать переработать что-то обратно так а химическая реакция у нас продолжается здесь уже закончилась принтер я подальше утащу куда-нибудь где он не будет нам мешать может быть даже знаешь как может бросим его в эту в яму венту это кремний не взял бросать поставлю сюда ну ты уже подвел итоги можно ну в общем что могу сказать это серия мне понравилось больше чем предыдущая потому что мы сделали намного больше вот спасибо за компанию товарища там ты был очень полезен и у меня на этом все ты будешь что-то истоки подводить да я скажу по поводу работы мне под понравилось сейчас смотрю реакции метана аммония есть даже метан вода нитрооксиды нет пластик здесь не работает надо будет связаться с центром управления полета и узнать как добывать пластика в наших условиях а по сборке это достаточно интересная была вещь мы таки собрали принтер и я съел картошку приготовленную на луне вкусно советую вам тоже попробовать и в принципе на этом можно заканчивать очередную серию телепередачи наш дом луна ее ведущие американский астронавт сурву и космонавт советского союза товарищ атомный до следующего эпизода товарищи спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал и извините в колокола ну и до встречи в убежище на наших каналах пока